С днем рождения! С днем ангела! Одной из самых серьезных бед для церкви являются беды внутренние. Не так мучают и терзают церковь внешние враги, как иногда ереси и расколы раздирают ее изнутри, доставляют церкви и ее верным чадам неизмеримо большие страдания. Из жизни мы знаем, что родной иногда укусит так, что враг может только позавидовать. Сегодня церковь совершает с вами двух мучеников, Маркиана и Мартирия. Они были один чтецом, а другой и подьяконом в Великой Патриаршей Церкви в Константинополе, в столице империи. Кстати, имя Маркиан, сразу скажем, означает сын Марка, Марков, а Мартирий означает свидетель или по христианскому смыслу мученик, то есть в глубине подвига, видевший Христа, сердечно близкий к Богу. Так жили они в IV веке, в то время, когда Ариане, ересь Ария, наиболее была распространенной злокачественной опухолью на церковном теле, когда Ариане много беды причиняли своим же братьям, христианам православным. Патриархом в это время был некий Павел Исповедник, муж праведный, благочестивый и мешавший Арианам для осуществления их планов. Патриарх Павел Исповедник был тайком из кафедры, снят через козни и интриги, был увезен в неизвестном месте и в конце концов принял смертную кончину. А Маркияны и Мартири, как верные патриарху и православному исповеданию люди, были склоняемы тоже к отречению от православия, им сулили патриаршие кафедры или епископские, обещали различные материальные блага в обмен на измену веры и на различные пасквили на добрых пастырей. И тот и другой твердо отказались от этих постыдных предложений, за что, собственно, и пострадали. Их подвергли биениям, а потом казнили. После усердной и глубокой молитвы они склонили свои головы под меч, как говорится в житии, с тихой радостью. Умение умирать с тихой радостью отличает человека, прожившего свою жизнь правильно, от человека, который не достиг в своей жизни правильного сердечного духовного настроя. Мы вменились, говорили они псаломскими словами, как овцы за колени. Спаси людей Твоих, Господи. И с тихой молитвой они склонились, повторяю, под меч. Вспомним, что имя Мартирий означает мученик или свидетель. Имеется в виду страдания Христовых свидетелей. Часто бывает так, что имена по буквальному переводу не совпадают с жизнью человека, который их носит. В данном случае имя Мартирий полностью оправдывается на человеке, который тоже пролил свою кровь за Христа. Хочется пожелать, чтобы наши добрые имена всегда совпадали с качествами нашей души, а значит, чтобы Светлана была светлая, чтобы Евгений был благородным, чтобы Андрей был мужественным и так далее, чтобы каждое доброе качество находило место в нашей жизни, если мы носим подобное имя. Кроме носящих имена Мартирия и Маркияна, мы сегодня рады поздравить с Днем Ангела Тавифу и Анастасию. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.